Такое решение будет принято, но в данный момент завтрашняя встреча является тем поводом, чтобы иметь открытый разговор. Мы переживаем самую сложнейшую часть истории между Россией. Мы заинтересованы нормализировать отношения между нашими странами, насколько они заинтересованы и авторгованы, и индивидуальные, и индивидуальные радиоотношения между людьми. Мой коллега Игорь Ломакин беседовал с главой представительства ЕС в России Вигалдосом Рушаткосом. В свою очередь глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков сообщил, что такой диалог может быть полезен, потому что напряженность в отношениях с Евросоюзом сохраняется. Уж как не исключается, что одним из вопросов встречи стоят, и перспективы обмены взаимных функционных нет, которые по его мнению серьезно отравляют климат отношений между Россией и ЕС. Далее новости компании и корпорацией. Реклама. Двигайся верным курсом. Дочная информация о выгодном курсе обмена в Санкт-Петербурге на сайте lastocenter.ru. Все валюты мира. Будь в курсе на lastocenter.ru или по телефону 948-0090. 16 плюс. Каждый день вы думаете о том, как сохранить и увеличить свои сбережения. Управляющая компания «Докландс» при поддержке Свердбанка начала строительство в квартала бизнес-класса в историческом центре Санкт-Петербурга на Баспинском острове. Сегодня апартаменты с видом на него можно приобрести по инвестиционной стоимости от 2 миллионов 500 тысяч рублей, что является уникальным предложением для инвесторов. Выбор нет. Есть только «Докландс». Александринский театр представляет 11 и 28 апреля комедию Никола... Тренерский штаб сборной России вызвал на сбор в Новоборск, окинулся финалистов Кубка Гагарина, 9 представителей СКА и 2 из Акбарса. Сегодня вечером в расположении сборной прибудут нападающий Виктор Тихонов, Марсон Бурзавцов, Александр Бурмистров, а также защитник Роман Рукавишников. На следующий день работу на сборе начинают еще 7 из Акбарсов национальной команды. Обсудим эти новости с нашим спортсменным обозревателем Никитой Гагарином. Доброго дня. Оцениваешь такой состав? Сложно говорить про состав, потому что все лучшие в расположении сборной России. И несмотря на утомительный сезон клубной и невероятную серию Кубок, по розыгрышу Кубка Гагарина, даже, и пусть финальная серия СКА и 2 закончилась 4-1, все равно на предприятии было фантазии. И, конечно же, эмоциональная встряска какая-то игрокам нужна просто отдохнуть. Наелись хоккей, но вместе с этим выступать за сборную России это престижно. И за последние годы интерес к хоккее на национальном уровне настолько велик, что ни у кого сомнений нет, ехать в сборную или нет. Если у футболистов можно еще найти какие-то отговорки, отборочные турниры, травмы, может быть, даже какая-то личная жизнь, то в хоккее это за честь. И Илья Ковальчук, например, только-только даже не успел умыться после брызг шампанского и практически делая глоток победного напитка из Кубка Гагарина, он говорил журналистам, что сборная это святая, и с удовольствием поедет на чемпионат мира в Чехию. Это сразу после окончания пятого матча финала Кубка Гагарина. Он впервые в карьере выиграл клубный приз. Это, в общем-то, несмотря на хорошую карьеру Илья Ковальчука, это все-таки первый его трофей в клубной карьере. Но сборная это, как он сказал, святое. И уже через пару дней Илья Ковальчук будет в расположении сбор. Субтитры создавал DimaTorzok